Рублёва и Иван Шефер в силу различных обстоятельств лишь однажды оказались в десятке на чемпионате Европы, на восьмом месте. Некоторые не выдерживают порой таких обстоятельств и сдаются раньше времени, но мне кажется, что Екатерина и Иван, которые живут своим видом спорта, и что они собираются его менять, ещё поборются за место подсолнцем, будут ещё и ещё двигаться вперёд. Танго-романтика продолжается. КОНЕЦ 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 Какие букеты огромные полетели прямо через головы судей на лёд для Екатерины и Ивана. Так даже по катанию мастеров понимаешь, что обязательный танец – неслабое испытание для спортсменов. Чтобы во второй серии выглядеть так же эффектно и решительно, как и в первой, то надо быть уже очень крепкими, в том числе и физически, атлетами. Ребятам тяжело, они только что прилетели из Франции, и нужно было войти в новый ритм. Ну, сначала отдохнуть, потом войти в новый ритм, опять потренироваться. Поэтому первое, что вы слышали сейчас, сказала Екатерина о происходе с Альданом, ну, если учитывать то, что мы катаемся два дня. Ну да, два дня. 30 баллов. У них только в начале второй серии небольшие минусы. А так в остальном ровные оценки нули, ну и небольшой плюс в первом сегменте первой серии. То есть, причем, при том, что базовая оценка первого сегмента второй серии выше, чем первого сегмента первой серии, тем не менее, все равно за первый сегмент они получают больше, потому что он был выполнен еще. Спасибо.